Продолжение следует... Мы находимся в Беслане, в том спортзале... Где эта беда была? Это даже себе представить нельзя. Как это все было? Что переживали эти люди? Как они надеялись? Как звучали выстрелы, вот показаны на стенах. Видите, все испещрено. Это спортзал. Эти игры. Кто готов был к вечности? Кто об этом думал? Обожженное, обгорелое. Это не должно повториться, говорится. Разве можно это все предугадать? Потому что сатана с человекоубийца и лжец. Посягнул на самое дорогое для людей. Чтобы дети это помнили. Каждый день может быть последним. И чем мы предстанем пред Господом вечности? Школа будет другая. Будут и дети. Но написано, как у Иова. Погибли в один день десять детей. Мы видели воплощенную печаль. Это вот свечи ставят. Люди поминают, приходят. Но звучит ли имя Христово здесь? Как должно? Мы ничего этого не знаем. Мы просто зашли сюда. И здесь сама обстановка необычная. Вот эти фотографии цветные. Эти люди шли в школу. Стояли в строении. О чем не думали. Ну, хороший, веселый день. И вот тут взрослые, видимо, родители были с детьми. Первый день привели в школу. И вот Господь показывает, как это все быстро разрушается. Это не просто беслан-трагедия. Это крик. Это набат. Чтобы мы сами приготовились. Потому что Библия говорит, что Содом и Гаморе отраднее будет, нежели города сему. Даже самым негодным людям. А это дети. Они еще ничего, можно сказать, и не узнали, как должно об этом мире. Кто это сделал? Кто спроектировал эту бойню? Господь укажет. Показан выбоины, где балки были, видимо. Видишь? Где крыша. Это все отверстие от пуль. Много погибло тех, кто защищал, кто выносил детей. Видели, что несут эти ОМОНовцы. И стреляли в них и убивали. Тут много взрослых. Среди этих. Говорят, более 300 человек здесь. Это надо уточнить, посмотреть снимки. Но суть в том, что даже если бы один человек погиб, и тогда вспоминайте жену Лотову. Так вспоминайте это. Дети, помним, скорбим с вами. Вот написано слова. С 7, 10, 12 года город Нальчик. Видимо, оттуда приезжали люди. Видите, какие дети. Это игрушки, которые уже никогда им не потребуются. Все это накрыли. Обдумали, как это сделать, сохранить. Погибли те, кто творил это. Вещь сейчас откроют только. Почему это случилось? Нужные выводы сделали ли и правители, и люди? veo. Продолжение следует. Редактор субтитров, вставил субтитров, в конце видео. Взрослая, видимо, мать пришла с ребенком 75-го года. Взрослая, видите, 61-го года. Никто не знал, что это будет. И вдруг какие-то люди чужие хватают, заталкивают в спортзал, набили его. Ну, маленькое воображение только развитие, сказать, Господи, научи нас ценить то, что мы имеем сегодня. Правильно обращайся друг с другом. Это может быть последнее мгновение, это не авария на дороге. Это умышленное злодейство было. Ну, Бог допустил. Видите, какие удары, видимо, пули. Стреляли, били, показано. Рассказывайте, немножко запишем. Вы местный житель, как это было? Вы где были, когда это случилось? Вот эти три сутки здесь. Все три сутки здесь находился. Я тут рядом живу, через дорогу. Вы как услышали, это что, стрельба идет или как? Ну, как стрельба, да. Первое сентября стрельба пошла. И загнали прямо людей сюда, в зал. Прямо сюда. А сколько человек было, которые вот это загоняли-то? Их, ну, как минимум двенадцать. Вооруженные до зубов. До зубов. Они приехали на военную машину. Через этот, черный ход, это, без дни. Первое, уже в засаде они сидели. Это вот, с которой фотография, это все погибшие? Это погибшие. Это место есть, я ему рассказал. Это город Ангелов, где они похоронены. Это все погибшие, да. Сколько человек погибших? Триста шестьдесят, как минимум. По статистике, там еще больше. По статистике, это. А вы рядом были, услышали еще? Конечно, услышали. Не понимали, что это такое пока? Да, да, конечно. Первое сентября, где это, стреляют, да. Никто не, никто бы мог подумать, что это. Первое сентября стреляют, это оружие стреляют. А вы не назовете фамилию, ваше имя, отчество? Я могу назвать. Назовите. Келехсаев Тимур Матвеевич. С какого вы года? Это случилось в каком году, беда? Ну, 2004 год, 2004 год. И потом вы как-то, кто-то сказал, что тут беда такая? Как вы узнете? Да, да, конечно, стрельба. Конечно, это беда. Воздух стреляли люди, как скот загнали сюда. Как скотину загнали. Сколько спаслось из тех, кто здесь был? Ну, где-то 20%. Первый взрыв, они сбежались. На первый взрыв, но первый день нет. Ну, первый, второй день, так, где-то, днем. При первом взрыве, они, этот, момент нашли, сбежали. Говорят, что взрыв был под полом как-то или как? Я не, я тут не находился, не могу сказать. Первый взрыв, когда они, человек 20 сбежали. Сбежали, да. А потом уже приезжали, уже, как-то уже начали, этот, вимпель, что штурмуют. Они уже приезжали, уже, короче, не щедя, уже все убивали, все. Вот этот взрыв, это все, пожар. Они не щедили людей. А те люди, которые погибли, тут разные национальности были? Почему? Да, русские, почему, да. У нас все разные национальности живут, да. Вот, например, вот это грек. Учитель физкультуры, это грек. Кандиди, пойдем пошли. Пойдем, пошли. Это Кандиди, он национальный герой Грек, да. Он местный, чужин здесь прожил. Чужин прожил этот, учител физкультуры, вон он. Сейчас Иван, он Кандиди, он грек. Грек. Сейчас его сын, он там директор школы, спортшколы, футболовой школы. Да, это его сын там сейчас, директор школы. Это греки построили там школу, интернат, именно футбол. Тут футболов занимаются. А его сын там, этот, директор. Построили греки, греки строили. Прораб тоже был грек, местный грек. Тут русские погибли. Конечно, русские. Ну, их здесь мало. А это осетинка. Ну, конечно, конечно. Краинская. Да, это правильно. Вот Украинка, да. Да, правильно, Украинка. Вот Крылова. Русская за осетинка вышла. За осетинка, замуж была Крылова. А люди-то, которые вокруг, когда услышали об этом, они пытались приблизиться туда или стреляли отсюда? Они стреляли прямо в упор, без предупреждения, чтобы близко под... Там машина стояла, у них это, загораживали этот обзор. И вы этот, подствольник знаете, подствольником обстреляли сразу. И даже близко... Никто не попытался его потушить. Он только там лежит, шестерка. Обстреляли. Вот они что-то там на чердаке сидели, на том доме. Это обстрелили снайперы. Вот на том доме засаду, обстреляли снайперы. Это не их же снайперы? Их, не их, не. Прямо там, берет дом, сейчас пойдем на улицу, покажу. Они на крыше там устроились. И обстреливали все. Чтобы никто не приходил. Да, обстреливали, да, без предупреждения. Близко подойдешь, обстреливали. Все обстрелили. Хорошо выйдем там, что бы. А это прожжен это? Да, 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 конечно, это просто взрыв, пожар, да, это. После взрыва пожар, да, прожженный. Видишь, прожженный, да. Это партина осталась. Да, снаружи, да. А загорелось от чего, взрыв тут? От взрыва, да, от взрыва, да. Взрыв загорелось. Вот там, это, польска, снимите уже этот флаг. Польска. А, ладно, я не буду сейчас. Да ладно, пускай уже. Вот польска, флаг снимите тоже, польска. Снял. Пойдемте, выйдем наружу, покажите, где снайпер был. Вот снайпер, он там сидит. Не одни, не одни, там их много. Видишь, где он, обожженный. Спецназ сидел там, спецназ наш сидел. А вокруг было оцепление. Там их снайперов не сидело. Вот они сидели, вот пристройка была. Вот здесь на крыше, вот смотрите, где обстреливали. А взрыв пойдет, что снаружи, поэтому говорят, что наши стрельнули вот оттуда, с пятиэтажки, франтон, посмотрели. Он говорит, успевай на него. И снаряд залетел, и вон там взорвался. Ликошет, ликошет. Господи, помилуй, чтобы никогда этого не постарилось. Пойдемте на праздничею. Я вам советую. Поехали, мы можем вперед в Таросинске уже сегодня. Благодарю. А к праздничею подойдет? Подойдите, по дороге, аэропорт. Не доезжай, аэропорт. Мы едем сейчас на Назарай. Не туда? Нет, по пути почти, да. Но мы дальше назад не вернемся. Вы могли бы проехать? Вот они уже знают дорогу. Ага. Они уже знают дорогу. Вам по пути. Продолжение следует.